Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллах, ассалату ассаламу аля Расулиллах и аля алиху ассабих аджмайин амма аба'ад. Продолжим тему скрытого склонения. Мы проводили пример для Исмун Мауксурин, то есть имя, которое заканчивается на постоянную букву Алиф, будь то в виде Алифа, как например Аль-Асуа, Ас-Сума и так далее, или в виде Я, без точек, как например Аль-Фата, Аль-Худа и так далее. Приведем еще пример на этот раз уже для имени Аль-Худа в трех его падежных состояниях. Это Аль-Раф, Аль-Насб, Аль-Джар, и винительный падеж, винительный и родительный падежи. Все это в одном и том же аяте. В аяте, То есть призывает его, то есть его товарищи призывают его на прямой путь, иди к нам. Скажи, путь Аллаха или руководство Аллаха это единственный верный путь или верное руководство. И так до конца это. И так в начале этой части аяты в словах Иль-Аль-Худа мы видим имя Аль-Худа, являющееся Исман Максуром, именем на конце которого имеется Аль в виде Я, без точек, из-за чего все падежные огласовки на ее конце будут скрытыми. И так Иль-Аль-Худа, Илья это харфу Джарин, предлог родительного падежа. Мабнив аля сукуни с неизменяемым окончанием, с постоянным сукуном на конце. Почему ли аннаджами аль-Хуруфи мабнивт? Так как все хуруфы, предлоги и частицы, без исключения, это слова с неизменяемым окончанием. Аль-Худа это у нас Исман Мачрурум Би-Иля. Имя поставлено харфом, предлогом Иля в состоянии Аль-Джар, родительный падеж. В Аль-Джаре признан падежа Джар в этом имени. Родительный падежа в этом имени. Аль-Касрату-Л-Мукадрату Аля-Ахири, скрытое, подразумеваемое. Касра на его конце. Ай-Аля-Л-Алиф, то есть над буквой Алиф. Мана Амин-Зухури Хат-Тазур. Проявиться огласовки Касра здесь помещала невозможность дать огласовку букве Алиф. Адаму имкани Тахрикил Алиф. То, что Алиф не принимает какую-либо огласовку. Потом мы говорим Валь-Джар, Валь-Маджруру, предлог родителю падежа Иля, поставленное им в состоянии Джар имя Аль-Худа, мута'алликаны бельфа'ли, состоят в смысловой связке с глаголом Яду'уна, и так далее. Это у нас был падеж Аль-Джар, родительный падеж. Во втором месте, в словосочетании Инна Аль-Худа, мы видим, как имя Аль-Худа приходит после частицы Инна. А Инна, как известно, это Харфу Тавкидин, усилительная частица. То есть, это усилительная частица, которая добавляется к именному предложению. Тадхули аль-Джумлятел-Исмияти, состоящим из подлежащего и сказуемого. Аль-Муэл-Фатимин-Л-Мубтада Ай-Валь-Хабарим. Ставит подлежащая в состояние нас в винительный падеж, после чего оно уже называется Исму-Инна, имя частицы Инна. А также ставит сказуемое подлежащего в состояние урав, именитель падеж, после чего оно уже называется Хабру-Инна, Хабр, сказуемая частица Инна. Итак, Инна-Л-Худа. Первое, Аль-Худа это у нас Исму-Инна, имя частицы Инна. В ансубан би Инна поставлен частицы Инна в состояние в винительный падеж. У Аля-Муэл-Танаспий признак подлежащего в этом имени. Аль-Фатхату-Л-Мукаддарату Аля-Ахирихи. Скрытая подразумеваемая Фатха на его конце. Мана-Амин-Зухури-Хатта-Аззуру. Проявиться которой помещало неприятие Алифом какой-либо огласовки. То есть, невозможность огласовать букву Алиф. Дальше. Инна-Худа-Ллахи Ху-Аль-Худа. Дальше мы говорим, что Худа это у нас Мудаф. Первая часть изофетной связки. А Исму-Л-Джалалити, имя величия, это у нас Мудаф. Или вторая часть изофетной связки, изофетного сочетания. Или же, скажем, изофетной конструкции. Маджрурум и Мудафи. И так далее. Пока что это не наша тема. Дальше. Ху-Аль-Худа. Ху это может быть Дамир-Фасли. То есть, может быть различительным местомением. Не имеющим место в падеже. В этом случае второе. Аль-Худа. Второе имя Аль-Худа у нас будет. Хабра-Инна. Хабра-М частиц Инна. Морфу Амбинна поставлен. Частиц Инна в состоянии раф. Именительный падеж. У Аля-Мутарафи. Признак падежа раф. Именительный падежа в этом имени. Это Аль-Даммут Аль-Мукадрату Аля-Ахри. Скрытая на его конце огласовка Аль-Худа. Проявиться падежной огласовки Аль-Дамма здесь помечало то обстоятельство, что Алиф не принимает никакой огласовки. Значит, в этом аяте, а точнее части аяты слова Аль-Худа у нас пришло во всех трех его возможных состояниях. Падежных состояниях. Это Аль-Раф, Аль-Наспи и Аль-Джар. И падежная огласовка здесь, что Аль-Дамма, что Аль-Фатха, что Аль-Касра, все огласовки подразумеваются. Скрытые. Осталось напомнить, что Алиф на конце слова Аль-Худа пишется в виде Я, без точек, так как в основе у нас было Аль-Худаю. Букву Я на конце заменили на букву Альф, о чем мы подробно поговорили раньше. Аллаху Алям.